Посылка добра. Именно такое название носит благотворительный проект, который помогает детям из многодетных и малоимущих семей. Накануне 8 марта ее организаторы и почетные гости поздравили юных жителей деревни Класина Омского района с наступлением весны. Подробности у Аллы Левиной. В небольшой деревне Класина проживает всего около 150 человек, 35 из них дети. Раньше в здании местной библиотеки располагалась школа, теперь ребята ездят на учебу в Покровку. Руководитель досуга Лариса Ершова старается привлечь ребят к занимательным делам, приобщает их к чтению книг. Местные детвора с радостью посещают кружки по интересам, но далеко не всегда имеется все необходимое для полноценных занятий. Ребятишки практически все многодетные, их семьи, малоимущие. На кружок приходят ни цветной бумаги, картона, клея, ничего нет. Я попросила, у кого-то выросли дети, может осталось что-то, мы были бы рады. И тут вот приехала к нам такая волшебница. Мне в социальной сети написала девушка Ольга и сказала, что есть такая деревня Класина, замечательная женщина Лариса Викторовна. Она библиотекарь и руководитель центра досуга. Была первая просьба привезти книги для библиотеки. Мне это очень тронуло, мы собрали быстренько книги, потом мы еще узнали, что у детей многих нет возможности выезжать на городские праздники. И мы решили праздник привозить к ним. Привезли праздник местной ребятней и накануне 8 марта. Никто не остался без подарков. Гости в торжественной обстановке вручили много сладостей, мягкие игрушки, канцелярские принадлежности. По специальному заказу, который вызвал восхищение у организаторов проекта «Посылка добра», привезли шахматы. Тематический кружок под названием Е2 и Е4 открылся здесь совсем недавно. У нас было в деревне достаточно много людей, которые играли в шахматы, но играли они не на профессиональном уровне. И в общем мы решили как-то организовать клуб, взять книги, научиться играть лучше, потому что в школе Покровской нужны больше шахматисты, которые будут как-то выигрывать, занимать какие-то призовые места, да и для общего развития. Депутат Омского городского совета от КПРФ Наталья Поршнева принимает самое активное участие в проекте «Посылка добра». Она узнала, что местные детвора давно мечтают о канате для перетягивания. А что может быть лучше и полезнее игр на свежем воздухе? Заветный подарок Наталья вручила от имени первичной партийной организации «Учительская». Конечно же хотелось вложить и часть своей души, не оставить без внимания и выразить благодарность тем людям, которые помогают, поддерживают этих ребят, эту деревню, поселение. Я думаю, что это вообще замечательно. Хотелось бы, чтобы наша администрация и областная в первую очередь обратила внимание на эту деревню, на таких людей, которые здесь трудятся, на эти семьи многодетные и оказывала им также помощь и поддержку. На праздник к ребятам приехали и не совсем обычные гости. Четвероногие друзья Петя и Валера были спасены волонтерами из спецхозяйства по отлову собак. Теперь они в добрых, надежных руках. Петя и Валера принимают участие в разных городских мероприятиях, поэтому общение с детьми для них привычное дело. Это вкусное угощение. Валера его выиграл в конкурсе. А какой из них Валера? Вот этот Валера. Так, держите, кто еще не угощал. Валера, Валера, сиди. Дай лапу. Ай, молодец. Деревенские ребятишки теперь с нетерпением ждут следующей встречи со своими друзьями, организаторами проекта «Посылка добра». И праздник обязательно состоится. Алла Левина, Александр Филиппов, Обком ТВ.